здравствуйте друзья рада вас приветствовать на своем канале сегодня мы с вами будем готовить такой красивый замечательный очень вкусный ароматный торт смотрите какой красивый торт приступаем к приготовлению сначала у 6 яиц отделяем желтки от белков это делаем аккуратно чтобы белкам не попали желтки друзья обязательно подписывайтесь на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы получить уведомление о новых моих видео нам для бисквита еще понадобится смесь молока и сливочного масла они нам нужны в теплом виде поэтому я мисочку так поставлю тарелочку с горячей водой и оставлю в сторону сначала взбиваем белки к белкам обязательно добавляем чайную ложку лимонного сока если у вас нету лимонного сока можете добавить щепотку соли сначала взбиваем на низких оборотах миксером должна получиться белковая пена потом постепенно увеличиваем обороты миксера и добавляем половину порции сахара вот такая белковая пена получилась потихонечку вводим сахар немножко сахара ставим для желтков после того как белкам добавим последнюю порцию сахара назовем белки до плотных пиков вот такие устойчивые взбитые белки у меня получились теперь к желткам добавим оставшийся сахар добавим одну чайную ложку ванильного сахара у меня с натуральной ванили поэтому такого цвета и взбиваем до бела вот такие взбитые желтки получились они достаточно хорошо побелели теперь к взбитым желткам добавлю смесь молока со сливочным маслом миксер нам больше не нужен слегка перемешиваем венчиком теперь желтковую массу добавим клубничное пюре у меня домашнего приготовления можете взять магазинное пюре или можете заменить клубничное пюре на любое другое если клубничное пюре у вас яркого цвета она хорошо окрашивает тесто если нет можете добавить немножко пищевого красителя видите у меня такой не очень хороший цвет скажем так я добавлю немножко пищевого красителя у меня вот такой краситель я добавлю непосредственно в тесто думаю этого достаточно на камеру цвет теста немножко желтоватый но на самом деле у теста очень приятный розовый цвет теперь в эту массу вводим половину взбитых белков и перемешиваем аккуратно снизу вверх чтобы белки не опали вот такая гладкая однородная масса получилась это пока оставлю в сторону и подготовим сухие ингредиенты муку добавлю одну чайную ложку разрыхлителя или можно чуть больше эту массу хорошенько перемешиваю и добавлю в тесто обязательно просеиваю муку добавляем в два или в три этапа перемешиваем аккуратно снизу вверх добавляю очередную порцию мучной смеси у нас должно получиться однородная гладкая масса без комочков не промешанной муки не должно быть добавляю последнюю порцию муки получилось вот такое гладкая однородная тесто очень красивого цвета и теперь эту часть соединяем с оставшимся белками перемешиваем опять же аккуратно снизу вверх тесто получилось очень красивого цвета и очень приятно пахнет я бисквит сегодня испеку вот в таком кольце я установила диаметр 24 сантиметра можете испечь в любой форме круглой квадратной прямоугольной какой вам хочется на дно кольца я положила фольгу и кладу вот такую пергаментную бумагу под концом я поставлю обычный противень обязательно вот так разравниваем тесто выпускаем пузыри ведь они в тесте очень много их они нам не нужны печем бисквит в заранее разогретой духовке температура духовки 170 градусов цельсия нам понадобится приблизительно 35 45 минут время приготовления бисквита зависит от вашей духовки у меня электрическая духовка я пеку на среднем ярусе бисквит уже готов он пекся 45 минут сразу же извлеку из формы вот так тонким ножом пройдусь вдоль стенок формы вот такой бисквит получился бисквит поставила на решетку оставлю на кухонном столе и дам остыть до комнатной температуры бисквит уже остыл его можно завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на ночь но я сейчас порежу на части и посмотрим какой бисквит у нас получился бисквит достаточно высокие можно его порезать на 2 или на 3 коржа я попробую порезать на 3 коржа для нашего торта нужно сделать пару заготовок сначала желатин залем водой вода холодная комнатной температуры приблизительно 100 миллилитров это все хорошенько перемешиваем и оставим в сторону набухнуть для клубничной прослойки торта нам понадобится клубничное пюре у меня домашнего приготовления можете взять в магазина если у вас нету клубничное пюре я залила в сотейник с токсом дно и поставлю на плиту на медленный огонь сотейник с клубничным пюре я поставила на медленный огонь доведу до кипения и добавлю желирующее средство которое называется критин пюре закипело теперь добавлю одну чайную ложку критина желирующего средства хорошенько перемешиваю и варю еще около пяти минут пюре вот так хорошо загустело после добавления желирующего средства я уварила около пяти минут уже сниму с огня пюре оставлю на столе дам немножко остыть потом залив кондитерский мешок остывшее клубничное пюре залью в кондитерский мешок вот в таком виде клубничное пюре поставлю в холодильник оно там хорошо охладиться и загустеет готовим крем для торта для него нам понадобится следующий ингредиент жирные сливки жирностью 33 35 процентов они должны быть очень холодные я их достала только что из холодильника нам понадобится сахарная пудра ванильный сахар или ванильный экстракт что есть у вас под рукой и загуститель для сливок сливки добавлю две с половиной или три столовые ложки сахарной пудры количество сахарной пудры возьмите на ваш вкус сюда добавлю пачку загустителя для сливок и сюда же добавлю одну чайную ложку ванильного сахара у меня с натуральной ванилью поэтому такого цвета сначала взбиваем сливки на низких оборотах миксера потом потихонечку увеличиваем скорость сливки взобьем до плотных пиков вот такие взбитые сливки у меня получились крем готов вот такой очень пышный хороший крем получается крем готов клубничная прослойка готова собираем торт торт я соберу в кондитерском кольце бока обложила пергаментной бумагой вверх бисквита у меня будет дном торта я торт пропитывать не буду потому что бисквитные коржи очень важны и взбитые сливки очень хорошо пропитают коржи крем поделю ровно на две части немножко крема оставлю чтобы торт выровнять сверху я вот так очень хорошо выровняла крем теперь немножко сделаю вот такую бороздку эти бороздки я заполню клубничной прослойкой теперь немножко выровняю это все следующий корж с обратной стороны слегка промажу кремом моего крема к сожалению не хватило поэтому я взбила еще 200 миллилитров сливок накрою последним коржом опять же промажу кремом и этой же стороной накрою торт торт сверху затяну кремом таком виде торт поставлю в холодильник приблизительно на 1-2 часа готовим фруктовое желе у меня со вкусом клубники и земляники я готовлю желе по инструкции которая указана на обратной стороне упаковки содержимое пакетиком нужно залить крутым кипятком и хорошенько надо перемешивать жидкость немножко остынет и сюда добавлю желатин я желатин заранее растапливать не буду потому что здесь жидкость горячая и желатин хорошо разойдется перемешиваем до однородности вот такого очень красивого цвета получилось желе желе нужно дать остыть до комнатной температуры но оно должно быть в рабочем состоянии нам для украшения торта еще понадобится клубника я ее очистила от хвостиков хорошенько промыла и просушила теперь клубнику нужно порезать на кусочки большие поделю на 3 части или 4 а маленькие на 2 части торт хорошо охладился крем стабилизировался теперь поверх крема распределю клубнику теперь сверху залю остывшим желе желе вот такого состояния оно еще не затвердело торт сверху накрою фольгой и поставлю в холодильнике оставлю там на ночь торт всю ночь поставил в холодильнике сейчас извлеку кольцо я попробовала торт мне очень понравился он получился очень клубничный ароматный приятный мягкий пропитанный с легким кремом торт в целом не слабкий таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился если понравился ставьте лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы получить оповещение о моих новых видео на этом сегодня все увидимся в новых видео и 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